Здравствуйте, это Мария Логинова, преподаватель медитации осознанности и курса по снижению стресса на основе осознанности МБСР. Я продолжаю отвечать на вопрос о том, как медитация помогает справляться с зависимостями, имея в виду и сложные, тяжелые химические зависимости, как алкоголизм, наркомания и зависимость от табака, курения и также вредными привычками. В первой части я говорила о непосредственной, очень быстрой такой выгоде от медитации, первых эффектах, а сейчас я хотела бы уделить время еще такому более отложенному эффекту от регулярной медитации. И этот отложенный эффект, он большее значение имеет для тех, кто хочет освободиться от химических зависимостей, потому что одна из составляющих химической зависимости — это осознание. Тут мы, конечно, не можем игнорировать программу «12 шагов» и для анонимных алкоголиков и наркоманов, и также для ВДА и тех, кто пострадал от алкоголизма родственников. И мы понимаем все, что первое — это осознание. Да, со мной это случилось. И, конечно же, медитация, которая регулярно возвращает нас в настоящий момент к тому, как мы себя чувствуем, что на самом деле происходит — это, безусловно, осознание. Второй момент, который, знаете, такой вероуровневый — это принятие. Я принимаю, что я в этой ситуации. Если мы говорим про «12 шагов», то первый шаг — это принять свое бессилие. И здесь, конечно же, мы принимаем не только свое бессилие, но и то, что это происходит, и то, что в это вовлечены и мы, и наши близкие, или тот, кто вовлечен, понимает, о чем идет речь. И практика медитации вместе с просто тренировкой ума приносит с собой новое мировоззрение — мировоззрение осознанного образа жизни, мировоззрение mindfulness. В это мировоззрение включены ценности, которые приходят неизбежно, хотя медитация освобождена от религиозного контекста, философский контекст в восточной философии такой мудрый, он остается. И ценности, которые приходят вместе с медитацией — это терпение, принятие, отпускание, доброжелательность. Ее более широкая такая, может быть, немного более традиционная ценность — это сострадание. Приходит сорадование и многое-многое другое. В нашей жизни европейских людей не совсем эти качества стали такими, знаете, давайте так скажем, они не модные ценности. Ценность терпения вообще переведена в какое-то обратное искаженное понимание, что тот, кто терпит, тот слабый, тот, кто терпит, тот бездействующий или глупый. Однако в восточной философии избегание, ну нет, избегание, наверное, нехорошо говорить, воздержание, воздержание от действия — это большая ценность. Воздержание от курения, воздержание от алкоголя — вы сразу чувствуете, сколько за этим силы, особенно если есть химическая зависимость. И поэтому именно я и хочу вот в этом отдельном видео об этом поговорить. Новое мировоззрение, новые ценности или хорошо забытые старые ценности и внутренняя опора — вот те три вещи, которые приходят с регулярной практикой медитации. Это совсем не то же самое, как это звучит в модных тренингах, да, «найди свою внутреннюю опору», потому что мы понимаем, что человек с химической зависимостью переносит всю свою опору в то, от чего он зависим, да. Он зависим от алкоголя, он переносит свою способность справляться с любыми жизненными ситуациями, и я даже не говорю о том, с хорошими или плохими, потому что алкоголик, он напивается и от горя, и от радости. Он, в принципе, не может переносить эти эмоции, они слишком сильные для него. В принципе, ему трудно без своих устойчивых ценностей, своих личных, не связанных с алкоголем, алкогольной компанией. Алкоголику трудно, он не удерживает фокус внимания на себе, и именно это все тренируется в медитации, тренируется оставаться наедине с собой. В медитации человек остается со своими демонами наедине, но он не один, у него есть преподаватель медитации, у него есть группа. Конечно же, тут можно было бы проводить параллель с йогой. Люди, которые приходят на йогу, они тоже приходят справляться со своим внутренним неустойчивым состоянием, которое проявляется физически, эмоционально и в мыслях. Однако физически преподаватель может поправить, преподаватель может избежать ошибки. В медитации намного глубже происходит работа, потому что человек знает, преподаватель не может его поправить, преподаватель не может видеть, как он медитирует. Однако преподаватель есть, к нему можно обратиться, с ним можно обсудить процесс происходящего, узнать, что в таких случаях делать. И при этом именно из-за того, что человек идет к преподавателю, спрашивает, а потом возвращается в практику, то есть если у вас есть какие-то зависимости, вы можете сейчас себе представить, сколько сил и смелости нужно, чтобы потом, после того, как что-то плохо прошло, не получилось, было трудно спросить совета у преподавателя, пойти и сделать еще раз. И сделать и почувствовать, как это круто обрести силу на своей жизнью. И здесь очень важно не контроль, а именно силу, обрести внутреннюю опору. То, от чего мы отталкиваемся, то, что держит наше тело гордо вертикально в практике. Мы говорим поза с прямой спиной, поза достойная, поза прямая, уверенная. Именно это через разные контексты, через позу, через техники, через умение работать внутри медитации со своими состояниями и с тем, чтобы каждый раз, когда нужно обращаться к преподавателю, то есть это даже два, две составляющие, два дела, понять, что нужна помощь и обратиться за ней. Вы чувствуете, сколько силы стоит за такой практикой. Безусловно, я скажу, что к практике медитации, конечно же, нужно добавить физические нагрузки, йога, даже просто ходьба. Но если вы кладете медитацию mindfulness, медитацию осознанности в основу своего избавления от зависимостей, это будет большой опорой и большой поддержкой для вашего большого, длинного, очень непростого пути, длиной, видимо, во всю жизнь. Успехов вам и освобождения от зависимости!